Какой охотник не любит весной, это время года, одно из самых ожидаемых среди любителей пострелять. Оно и понятно, ведь это самый короткий охотничий сезон. Он стартует уже через полторы недели, сегодня об этом напомнили областные чиновники. В правительстве прошел брифинг, говорили о правилах охоты, а также о сроках и видах разрешенной к добыче дичи. Если кто-то бы из вас заночевал в это время в стогу сена, в спальном мешке, поел консервы и, наверное, тоже заразился этой ситуацией, и вот те любители охоты, они на самом деле зарождаются, их становится все больше и больше, если у нас раньше было 2000, на сегодняшний день 6000 разрешений. В списке разрешенного водоплавающая дичь поохотиться можно будет на гусей, селезни уток и вальдшнепа. Довольно-таки крупная пернатая, с короткими ножками и длинным клювом. На юге области ходить с ружьями разрешили в пяти районах до 8 апреля, а вот на севере региона продолжительность сезона составит 10 дней. Разумеется, при себе у любителей пострелять должны быть охотничий билет и разрешение на оружие. Правда, многие до сих пор надеются на авось. Только я не стрелял, ничего. Ребят, ну откуда у вас заяц? Ну посмотрите, у меня разве ствол стрелян и... Так, разбирайте, чье? Пожалуйста, вот смотрите, ствол. А вы с путевкой? У вас есть разрешение? Для какого вы цели взяли оружие с собой? Чтобы вы взяли в охоту Годи, вы взяли уже, она в машине находится, вы уже находитесь на охоте. Она у меня зачехленная, разрешенная. Совместно с Росгвардией, Комитетом охотничьих хозяйств и ОМОН был проведен рейд по Красноярскому району по охоту участкам. В ходе рейда были выявлены нарушения. В частности, это самое распространенное. У охотников нет с собой разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Такие документы стоят порядка 700 рублей. С ними стрелять можно на территории охотничьих угодий, но есть ежедневная норма. Не больше трех гусей, пяти уток и максимум шесть вальчнопов. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24.